Ещё раз здравствуйте, мои дорогие! Воскресенье, 5 часов вечера. Слушайте, я поспала, я сейчас проснулась. И поставила я первый час сегодня, то, что я была вот... Ну, поставила видео, когда я еду из церкви, то, что я причастилась и так далее. И сейчас открыла я вот это вот и подумала. Да ещё во сне, во сне подумала. А чего это? Вот у меня мысли приходят во сне. И вот первая мысль была, вот к чему это вообще? Почему я именно вот стала говорить о дворе моём, в котором я, считайте, выросла? Неправильно сказать выросла. С 6 до 16 я росла. Ну вот, но я и родилась. Я и родилась, когда я родилась. Это не то, что я с другого места приехала. Я именно вот из этого дома. Дело в том, что вот я же одесситка в третьем поколении. Моя мать там выросла. В этом дворе выросла моя мать. Это первый раз у меня пришла в голову мысль. Вот сейчас всё, что вот... Знаете, я сейчас озвучиваю, то у меня, так сказать, моменты такие осмысления, анализы. Я раньше об этом не задумывалась. То есть для меня был мой двор. Это как мой двор. Вы знаете, вот мой двор. Вот там баба Ната, баба Оксана, вот эти вот бабы все. Но все вот это бабы, это все возраста тогда были мои бабушки Татьяны. Моей матери, материнской матери. Вот им там было по 45-50, вот эти бабы. Они даже моложе меня. То есть моя мать, моя мать, которой вот было 30 лет, ну 28, смотрите, она меня притащила из Террасполя вот туда, в те дворы. Она там выросла, понимаете? Она выросла, и она же должна дружить, если я дружила, если меня все любили во дворе. Вот все любили во дворе, я была, заводила вот для всех детей, всех возрастов. Когда вот 6 лет приехала, я не стала, я не стала сразу права качать. Я была младшая, ну не самая младшая, Танька, вот Танька Коган была самая младшая, ей было 5, мне было 6. Но ребята, которым было там 10, 11, и вот друзья, вот друзья с этого двора, они были разных возрастов. Например, Мила и Юра. А Мила была, вот она прямо напротив, напротив нас жила. То есть моя мать. Вот эти вот люди, они все канадчики. Вот эти вот дома, вот эти вот 3, где я жила в 15 дробь 5, 15 дробь 5, 15 дробь 4, 15 дробь 3, вот эти вот все пятнашки, вот пятнашки, пятнашки, а мой номер 15. Сейчас этот вот Бадайлама номер 14. Слушайте, вот эти вот цифры, они тоже неспростые. Я все время была вот такая помешанная на цифрах, там смотрела все, что, какие значения, ну за это я каялась. Ну оно же не то, что я, знаете, Господь, помоги мне все это забыть. Нет, я это покаялась. Но оно вот там, я его не советую туда тащить, вам тащиться, потому что можете заблудиться. Вот, я вам просто рассказываю, что если я это считала моим двором, но у меня никогда не было в голове мысли, что вот родители всех моих друзей, это были, должны были быть друзьями моей матери. Вот, она ни с кем не дружила, она ни с кем не дружила, то есть милая Юра это брат и сестра, они прямо вот напротив. И мама вот у них была, почему моя мать вот ни с кем не дружила, ни с Ватерью Иркиса Болис, ни вот Аленки, не помню как ее, ни вот милые Юры, ни Кипра, ну никого. Вот эти родыки не Маринкины родители, то есть они все канадчики, они все квартиры там получили. Их, вернее, не они, а их бабушки и дедушки. Вот. Вот баба Фрося, это Маринкина мама. Баба Фрося, вот возраста моей, они уже, вот баба Фрося уже тоже на том свете. Ну, вот, вот те вот бабки, мою бабушку Таню ведьмой называли, вот, а вот, ну, они там с претензиями говорили, что это, вот, и то, что я слышала, то, что я слышала. Но почему с моей матери не дружили? Вот смотрите, со мной весь двор дружил. И вот взрослые ко мне как взрослые, вот как взрослые относились. Моя мать все время говорила, вот у нас внутри, под нами жила баба Ната, баба Ната, смотрите, ее Наталья, она Наташа. И ей там сколько, 45 лет была, баба Ната звали. А вот ее дочка, как же ее дочку, кажется, Мила тоже звали. Моя мать же должна была с ней дружить. Вот она должна была бы с ней дружить. А она ее ненавидела, она говорила, вот, ты видишь, она вот бросила своих детей. Значит, каждый год приходила и бросала на вот, на бабу Нату, оставляла детей. Ну, то есть, там не было ни отца, ни матери у ее детей, ну, и меня не было. Ну, и меня не было, у меня еще и не было ни бабушки, ни дедушки. То есть, как-то она так хитро вот-вот все обставляла. Типа, я себя не чувствовала ущемленно. Вот она говорила, вот видишь, причем она не этих детей, она не бабу Нату вот винила. Нату, вот видите, Наташа, вот та, что вы внизу, прям на первом этаже у нее квартира была. А то, которая я манную кашу на голову вылила. Не специально, не специально. Ну, это я рассказывала, этот случай, когда вот в цирк сказала, хочешь в цирк, съешь туманную кашу. А меня же вот рвало от нее. И она куда-то в комнату там вышла, и я туманную кашу за окно вылила, и попала этой бабе Нате. Она пришла, и вот показалась этой головой, значит, пожаловалась. И, в общем, никакого цирка, цирк накрылся, все вот. И я до сих пор помню, а мне там было лет шесть, представляете? И вот после этого я стала там или унитаз сливать, или еще что-то, или вот... Самое ужасное было, когда мать стояла вот у меня над головой. Вот, не поешь, вот съешь, тогда пойдешь гулять. И я ненавидела, вот представляете, вот ненавидела манную кашу. Во-первых, она с комками была, вот только я там начинаю глотать, я плошкой вообще вот не могу. До сих пор вот у меня это такая вот... Это как ад просто. И я заставляла себя глотать, потому что я хотела идти гулять. И она стояла вот над головой. Если назад, она меня била. Представляете, вот какая у меня мама была. И еще я оказалась непонятна, мама ли. Так вот, если я со всеми дружила, я этих всех вот детей знаю. То есть, если, ну вот я поеду туда, ну допустим, вот попаду туда, я их всех помню. Милу помню, Юру помню, вот все, что это вот. И смотрите, вот Аленка, которая... Ой, как же ее, не помню, как ее там фамилия, но не важно. Она меня два раза предала и чуть не убила. И смотрите, я все равно вот прощала и все равно шла гулять. Значит, как получилось? Там же на поляне, вот у нас двор, он уже построенный был. Вот за нашим домом там построили только два общежития, а внутри еще была огромная поляна. Сейчас там вот огромные свечки стоят, но там была поляна. И, значит, стали рыть котлованы. В общем, мы там лазили, и вот мы по поляне, мы на поляну вот идем гулять. Где встречаемся? На поляне. Там мы на великах катались, я мечтала иметь велик. Вот Юра меня научил, Милкин, старший брат, научил на велосипеде кататься. Мила, она сама акробатикой занималась. Вот, и мы такие вот, ну там, в общем, все время там на поляне то и встречались. И мы играли в казаки-разбойники, мы играли в разживные цепи. В общем, у нас была огромная толпа. Если нам хватало разделяться на две команды, и вот было бы пять, по шесть человек в каждой команде. То есть у нас было где-то человек этих вот, там, больше двенадцати. Вот, мы могли бы спокойно в волейбол играть. То есть у нас было достаточно этих вот, чтобы сделать, ну, на две части, на волейбольную. Вот, у нас не было ни сетки, ни этого вот, ни волейбола. То есть, ну, ножи были, вот, мы немножечко играли прям во дворе. И, в общем, пошли мы как-то там лазили, вот мы по всем крышам лазили, по всем крышам, по всем сараем. И Аленка лезла первая, а я сзади неё. И мы уже почти долезли, вот мы лезли на крышу, на второй этаж. Там какие-то вот сараи, какая-то стройка шла, я не помню, какой-то ракушняк, в общем, это вот. Она меня скинула. Вот она обернулась, я не знаю, что вот бесы в неё, я не знаю, что там вот у неё внутри, это у Аленки. Может быть, ну, я же не знаю, что, может быть, её мама там, я не знаю, ненавидела мою маму. Я вообще не знаю, потому что я же не с их родителями там дружила. Но вот из неё вот это вот вылазило. И там у Алены это бабушка была, я не знаю, что она там слушала, но она мне никогда ничего, ну, такое вот, знаете, вот не говорила, что я тебя ненавижу. Но из неё вот это было. Один раз она меня скинула со второго этажа, ну, практически со второго, то есть она уже практически была на крыше. Вдруг поворачивается, она меня отберёт, просто толкает. И я вот лечу, падаю, я вся побитая, вся была разбитая, вот всё. Представляете, грохнутся вот это вот чудо, просто, что я там не убилась. Потом Тимоха, я даже вот Тимоху не помню, вот это вот, ну, там несчастный случай был, то, что он мне там клещами, прямо возле виска, там, в миллиметре дырку в голове сделал. Но Тимоха, то он не специально. Но Аленка специально. Ещё был, ещё был один случай с Аленкой. И она была выше меня такая вот, и она на год старше, и такая вот крупная девчонка. Я очень любила, ну как, я совсем не любила играться. В куколки, там, пупсики, это вот, там какие-то строить шалашики. А потом устраивать эти вот всякие цирки, представления. Так, это сейчас, я пойду, это мой муж лазанью поставил. Сейчас я пойду. Звук лазанью поставил. может валил поехал к братьям своим так так вот что варуэра что она мне сделала а так там еще хуже было очень мы пошли у нас турнии тоже опять она на поляне мы с ней были вдвоем третьего не было то есть у нас как получалось не всегда же получалось 12 человек могу может гулять то есть мы выходим смотрим кто есть во дворе я не вы но если я выходила первая допустим шла мила идешь гулять на видишь гулять но вот так вот мы собирали толпу но остальные там выходили то есть вечером нас вообще всегда была был полный двор вот а это соленка значит а то она меня с это со второго этажа считать и сбросила вот народ на рукошняк я вся побита была еще чудо что я не убилась и второй раз это летом было в каком-то летнем платье было и второй раз на турнике мы пошли с ней на турник тоже там турник прямо возле этой вот возле поляны был и это уже подожженка дома ну там изнутри и в общем мы друг друга раскатывали я раскатывал все нормально и она меня стала раскатывать с такой злости вот вот это вот злость внутренняя откуда у нее было я не знаю вот она вылазила в это злость я бы такую вот злость знаете у кого видела у этого полицейского с которым я жила значит когда на качели так вот она не раскатывает раскатывает я говорю лена хватит у меня руки устали она вот не останавливается еще больше раскатывает у меня разжимаются руки она же меня так раскатала и и когда разжимаются руки вот я вот в этом положении вот так вот лечу и упала на спину забила легкие и вообще дышать не могла она убежала на меня бросила я представляете вот это вот я лежу и она просила меня вообще и я никому не жаловалась вообще никому я не я не устраивалась вот они посмотрите вот когда мне что-то вот делали вот я не подготовил не подговаривала до весь двор объявляя там бойкот нет вот когда я бросалась защищать допустим если более слабого обижали или ну вот как вот это девчонка со двора которая старше у меня на год была вот она дразнила таню коган значит дразнила ей там 7 лет мне но она мне на было старше я не помню сколько просто мы когда познакомились тайка вот это мне было 6 я же убежала когда мне было 6 я точно помню что мне было 6 а танки было 5 но когда вот я смотрим к подралась я точно не помню но больше может 8 может 9 мне было ну вот я точно помню после этого я подговорила весь двор но из-за того что вот она пошла на жаловалась то что вот если мы между собой в этом это вот разбирались то есть мы между собой разберемся вот в таком плане а вот это вот это называется сексуатство вот жалобы то что вот радыков это мы вообще вот ненавидели и мы тогда вот всем этим вот всем двором то есть я подговорила и мы объявили маринке бойкот но на время мы за 3 на время пока вот я не знаю там я не помню уже детали о аленке я вообще не объявляла бы код вообще я даже никому не жаловалась это же матери не говорил потому что знаете чтобы было если бы я пожалуйста она по меня просто вот на улицу не выпускала не выпускала бы сиди дома но она как она вообще ничего мне не говорил вот она но смотрите у меня остались все подруги то есть мы как это вот ира матвячок со двора посмотрите меня же выселили 16 лет это не то что во-первых эту вот станьку коган забрали вот когда открылись эти вот границы с израилем ее забрали потом эту вторую девочку когда вот у нее бабушка умирает а бабушка не прописала отца и ее выкидывают это вторая моя подружка очень близко потом было ира матвячок очень близко моя подружка но она получила квартиру недалеко от нас я на виду улучшение у него хорошая сталинка где-то на третьем кажется это же вот слева от моего дома и она получила где-то через дорогу вот ближе прям практически возле ресторана море то есть очень близко я была у нее дома но когда вот меня в 16 лет выкинули вот и я как-то ну знаете перестала приезжать на просто так вот общаться там вот с этими вот ну может один или два раза и иру матвячок видела но я даже не помню слушайте я не помню даже лица но вот мне плакать хочется потому что это мои такие были близкие друзья и смотрите как моя мать не дружила с этим вот жжение и жжение и лена задворная лена умерла у нее после десятого класса начался этот вот рак головного мозга очень красивая девочка выложения потом он моего возраста и можем близко дружили очень он в афганистан попал вот в таком плане а их не их мама как вот моя мать они же вообще вот соседи внизу вообще не дружили то есть моя мать она смотрите она забирала моих друзей вот я я познакомилась допустим я подружилась особо по трипсоюза смотрите вот у меня этот вот и генка комаров а он меня на девять лет старше а значит друзья в особо по трипсоюза они меня старше в районе идут до десяти лет до десяти и там я подружилась с женщиной которым она на 7 лет старше то есть она меня на 7 лет старше и она допустим приходит ко мне домой это жена осипова ну вот и моя мать падает на уши и потом начинает встречаться а значит с ней начинает гадости про меня говорить причем она так хитро а это все обгваривала вот сидит вот я тут сижу и она меня постоянно критикуют постоянно говорит гадости обо мне типа вот сядь что ты бегаешь что ты там чадил что ты суетишься что ты этого делаешь что ты тут делаешь вот в таком плане вот это вот моя мать сужите вот я сегодня сказала в первой части как ее мой дед вообще вот жопу ей не набил на полном серьезе вообще и уже пленки с нее сдували вот как дед вообще и бабушка не знала что она там скалкой со мной бегала и мне сколько же мне было больше уже 12 лет потому что уже очень наверное был когда нас той скалкой вот там замахивалась на меня ей говорила сейчас вот я же дома убегала сейчас я говорю ну вот замахнешься еще раз вот и все значит я не увидишь меня в таком плане и а то что она вот руками вот так вот била по спине так это вообще не считалось я говорю вам за предмет и тяжелый предмет когда вот получаешь по голове просто так я не бухая я нету вот я отличница я все в доме дело вообще все делал мне дело вот это вот здоровой скалкой значит она меня дубасила что у нее в руках там было вот так вот и попадается то же самое как бабушка с этим вот с дедом дрались вот что там в руках было это же вообще какое-то какое-то сумасшедшее теперь вот то что она она же выросла в том дворе она должна всех знать вообще всех родители я дети всех на она должна знать маму родители вот этой вы таню коган она должна за потому что я ей ножи лабур стани кого-то должна знать она должна знать мил она юровина мама она потом монашкой стола музыка почему она вообще ни с кем не дружила и у нее вообще друзей не было значит она познакомилась со своей кладкой вот который тетя клава и вообще такой вот идеально считала громого они познакомились к нам мать в этот институт не поступила в университет первый год и зачем на два раза проваливала экзамены на ильяс вот не добирала баллы и она пошла работать на завод шампанских и бухать вот это она знакомилась с клавой а клава жила защите на этот вот она жила пироговская там где вот военный городок там где эти вот и на крупской вовсе на крупского там где вот я ржалась и там где моя самая первая была был родом от моряков вот а вот а вот кто-то у нее там из военных было ли что-то там в общем дам эти вот отец или кто там такие вот уже элитные дома давали так в общем она там и с ней познакомилась это была ее единственная подруга это она все время при нее гадости говорила постоянно кому говорила мне говорила то есть перед ней там чуть-чуть еще потом у нее вот это вот нина была со шкодовой горы и тамара со шкодовой горы когда они познакомились потому что вторая работа значит первая работа когда вот она у нас приехала притащила же меня из из тирасполя в одессу она устроила ботаническом саду устроилась проработала там год и начать умотала этого 6 до 7 то есть я в сад никакой не ходила никуда вообще на мне никуда не определила можно было запросто определить вот я слонялась во дворе и вообще и вы представляете это вот в проблему попал то есть убежала из дома когда она мне угрожала в 7 она меня записала в школу и умотала умотала в эту в экспедицию а мне сказала ну я же не могу потерять работу вот она там вот саду работала с работой так тяжело значить это вот мне нужно уезжать она уехала не было мне него не помню никакого дня рождения то что тоже я еще не в школе смотрите она умотала в начале маясь у меня 11 мая день рождения я вообще не помню вот это вот но свои там 7 лет вообще ничего и вообще эти дни рождения не помню я только единственная помню что на один достал сделан или 9 или 10 было вот и она умотала и приехала в конце октября то есть там сибири выпадал этот вот снег и она рассказала что у нас значит уехала потому что чтобы не потерять работу а потом она поменяла работу то есть вот она мне вешала лапшу на уши и я даже ну как вообще ребенок могла анализировать я вот сидела и ждала песни письма и писала что я сижу без света что я значит рыдаю что дедушка пьяный напиваются вот я прекрасно помню я писала вы представляете я писала и вот такие вот письма и теперь через год вот значит она вот когда приехала стоит в сибири она устроилась на шкодовую гору на шкодовую гору и там начинаю выезжала очень рано туда то есть меня утром никто не будил она уматывала без пятнадцати семь вот и никакого завтрака на мне не готовила вообще мне она была на 8 школу и поворачивалась просто уходила все его там вот она еще не там веселились так далее в общем она работала эти вот а наш по образованию не в этом в дипломе она инженер так вот она работала там инженером чем работала много лет вот и это уж потом потом она с этой ниной познакомилась тоже она себе каких-то снимает тамара вот это единственное там были подруги и она как бы была среди них королева вот они там сидели ее рот открыв слушали одежде тонко все время мечтала похудеть вот а типа а этот вот мать время говорила о том году за спиной что на тип к типа тонко дура вот в таком плане что время там мечтает похудеть то целый день то на капусте сидеть себе как наезд эту капусту него такой вот живот раздувает вот а в лицо ей такая вот и сети а за спиной вот гадость и то же самое мне значит что ты связалась с это что ты в этой вот то есть я в таком плане что я по сама разобралась почему я ничего не говорю что мне аленка два раза сбросил чуть не убила ну вот иначе бы она мне просто запретила с ней вот моментально бы обрубила и все вот не ходи тебе запрещаю в таком плане и поэтому ей ничего не говорила также вот и организовал этих вот друзей шум и радыка радыков не впутывали потому что когда маринка нажала что там ее папа вышел и значить очень сильно на меня орал и представляете что на меня радио бедная вот несчастная девчонка а самое интересное маринка говорит что маринка говорит когда я сказала что игре почему вот все но там же я все знают маму мать все знают они же вместе росли они все меня все знают поду полгода ребенок семи лет живет один в квартире потому что я же со всеми это будет общалась я же не могла проснуться в школу вот и это баба нато снизу я спрашивала света я говорю а как же у меня проснуться вот у меня есть будильник участие вот ищу сейчас я приду я уже ладно Я, например, говорила, Баба Ната, а, я ставила себе будильник, он мне звонил, я вообще его не слышала, там, ну вообще не слышала, и вот я спрашивала, Баба Ната, а что же мне делать, как мне в школу просыпаться, чтобы я не проспала, и она говорит, вот, значит, возьми будильник, поставь в тарелку, в миску, и вот мне это следы давали, там эти вот ложки, вилки, вот, и это всё тарахтело, тарахтело вот так громко, что она приходила, я это не слышала, Вот у меня под носом вот это вот всё стояло вот так вот тарахтело, вот этот вот будильник огромный такой, и вот эти все ложки, вилки, всё это тарахтело, я вообще не слышала, а мне постоянно кошмары снились, мне вообще такие ужасы, и я как Ахматова вот ходила по ночам, её же в Смольне записали, и там она, потом её забрали, потому что, вот, вот, она по ночам ходила, я ничего не помню, то же самое у меня было, И вот у меня всё время было, что у меня душа, что я, значит, падаю, это вот, всё время, у меня всё время были кошмары, всё время, всё время кошмары какие-то, и ужасы, в общем, эта баба нато приходила, и звонила вот так вот, звонила, 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 то есть я звону как-то слышала, я вот просыпалась и вот это вот тарахтение уже выключала мой будильник и шла вот и говорила ей спасибо что она там разбудила вот так вот я в школу ходила вот представляете и это уже даже когда мать вернулась вот эти вот первые годы это вообще был кошмар потом она значит там что-то там я не знаю то на года четыре работала наверно наверно когда мне было лет десять вот их закрыли там их контору это эти лаборатории она там анализы делала анализы почвы вот но на инженер она по специальности инженер у нее стоит инженер и значит они делали вот эти вот анализы почвы и так далее я была там на работе у нее на шкодовой горе и вот ладно не буду не буду шкодовой горе это там где поля урошения и так далее там где 20 трамвай потом она устроилась на французском бульваре прямо вот у нас идет овшенка вот между довженко в эту вот если 8 на простых шевченко и довженко там была библиотека что меня нету вот она там работала библиотекарем и и вот поэтому я очень много там тоже читала вот очень много читала и у всех друзей вот если обратила книги если я видела вот что для меня было сокровище если я видела что у наших ноту у кого-то там были книги книги вот это все для меня это были белок не это было сокровище то есть я пришла собор парижской богоматери кажется за три дня сколько там где-то 500 или шот или 600 страниц вы представляете за три дня это я еще и уроки делала я просто помню чтобы меня никто не трогал вот это уже было на у это вот на проспекте шевченко еще я там вниз положила книгу и делала типа я делаю уроки вот и вот за три дня я просто проглотила эту книгу мне чем толще бы толще были книги вот тем лучше это было настоящее сокровище и я я я не завидовала я просто вот радовалась за людей которые вот имеют вот эти вот сокровища я понимала я если просила там я верну вот эти книги и например драйзера трилогию финансист титаны титаники титаны стоек вот кстати сейчас очень напоминает вот этот вот крахе все но я имею виду с экономика и так далее очень напоминает сейчас таки а влит 10 прочла это я еще когда с одноклассницами наташка с наташей радуловой дружила это у нее эта трилогия была у нее уже у нее бабушка была графини и у нее остались там книги и эти вот ну кое-что там осталось но и и раскулачивали графиня но это вода и то есть аристократка внутри и причем гречанка и когда мы дружили вчетвером это уже в школе а в школе вот нас четверо было две девочки считайте две еврейки и вот алена лернир а они рабинович они обе еврейки по папам эти вот мы очень близко дружили но аленку часто с нами но когда папа старше стала то есть и там бабушка была в общем родыки за ней смотрели так чтобы она училась 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 туда на еще музыкальной школы за школе занималась там еще у нее дополнительных этих вот учителей брали то есть эти вот алена оденет шапку очень сильно аню мама вообще изумительная никто это вот не заставлял там шапки одевать или вот в таком плане а с аленой в общем пока шапку не оденешь не выйдешь мы ходили на легкую атлетику вместе бегали но бегали мы бегом занимались и за двор выходим и она и наташа по дедушке и по защите материнской линии она вот с матерью это момент папа вот он грек и наташина вот это бабушка или кто там вот это вот графиня и она гречанка и самое интересное вот гречанка а я же тоже говорю свою гречанка только вот по материнской линии то есть она но она тоже она тоже по материнской линии я по материнской но вот и потом мама мамина мама вот говорили что то а то мамин папа вот она она по дедушкиной линии материнской но с дедушкиной стороны а я ну тоже по материнской но вот с бабушкиной стороны то есть у меня magic говорил что там ее мама гречанка и ее отец семён в селе греково и смотрите только сейчас я анализирую во-первых дедушка семена с этим вот значит нашли на вокзале на одесском вокзале вместе с братьями и сестрами их там было то ли трое то ли четверо человек без документов без ничего нашли на вокзале и это было значит я предполагаю я предлагаю наверно когда там я не знаю первая мировая ли что то вот в этом роде посмотрели на них что они темненькие в общем у них кажется не было ни документов ничего они темненькие делать то что один семён у него были синие глаза и черные волосы я же рассказывала когда я еще не получила вот я только год назад получила свой этот вот днк что у меня 0 греческой крови не по матери не по отцу не бабушки не дедушки меня вообще 0 просто 0 сплошной 0 и греческой крови никакой так вот а материнская моей бабушки фамилия была девича клак но я не врубалась что деда семена нашли мне же мать ничего не рассказывала эти вот она вообще-то но все вот ну вот и я не знаю что что там у нее в голове почему она вас ускрывала что она это вот делала я я не знаю но же не просто так там же в голове надо что-то иметь и вот или не имеет чтобы там наделать вот эти вот кровосмешения собственным дядей этим вот по отцовской линии вот с братом своего отца но значить деда семена это по материнской линии то есть бабушка таня она сирота у нее мать умирает при родах это сто процентов отец переженивается то есть ее взрастила так сказать мачеха и там еще он перри переженился значит первое наташа вот наташа умирает наталья баба нато наталья валюхина это вот взять и валентина вот моя мать валентина валюша жена моего сына старшего теперь наташа вот именно именно вот эти вот имена что у нее не просто так наташа значит валюхина мать родная теперь я поменялась и наташка жена я не Не знаю, придумала она вот эти вот, ну, наверное, что-то почувствовала там, типа. Ой, ты мне как сестра, ты мне как сестра. Я не знаю, какая вот сестра и какую она себе сестру представляет. Вот. У каждого может быть своя сестра. У меня своё представление сестры. У меня представление о сестре, что сестра сестру не подставляет. Не предаёт, не подставляет, гадости за спиной не говорит. И... вот это позвонить мне и сказать о я уже со своей мамой договорилась все это вот я уже выгнал она уже ж выгнала свой муж сестра хотя бы знаете слушай слушая сеструха например когда у меня такая мысль вот достал он меня это вот как ты думаешь вы хочу я его уже выгнать этого нет она мне позвонила за ушла я его уже выгнала уже выгнала что нож и все ты говорил что она уже уезжает в Польшу. Она уже уезжает в Польшу. Я стала задать вопрос, а как же сын, с кем он будет? А он-то не переживает. Вот он с мамой будет моей. С мамой. Которая даже своего сына, значит, у неё старший сын алкоголик. Наташка скрыла. Она скрыла, что у неё брат алкоголик. На полном серьёзе. Вот. Они вот эти вот темы просто, знаете, вот не обговаривают. Вот сколько мы там беседовали, что угодно она там рассказывала, только она не рассказала. Я говорила, что у меня дед был алкоголик. Вот. И что отец алкоголик? И мать, вполне возможно, тоже алкоголичка. И только скрывает. Знаете, вот эти вот скрытые алкоголички, там их что-то... Их что, там видно? Откуда я знаю? Почему я так думаю? Потому что она мою бабушку, вот она звала, во-первых, она жирная, она ей говорила. Представляете, про собственную мать. Говорит, да она жирная. Я говорю, мам, почему бабушка так похудела? Ну и хорошо. Она же была жирная. Или я там говорила, ну, бабушка там это вот... Да что она бухала, за честь это вот, закладывала? Это она так и своей матери. Это она так и своей матери, представляете? Которая пылинки с неё сдувала. Моя мать не прикасалась вообще, к холодной воде не прикасалась. Никогда не готовить ей не надо было. Не убирать, не стирать, не готовить. Вообще ничего. Лэй я лэй ей. Просто лэй лэй. Потому что бабушка мне говорила. Я, значит, Валечку от всего ограждала. Она не убирала, она не готовила. Ей ничего не заставляло. Вообще ничего. Она музыкой занималась. Она акробатикой занималась. И, значит, в школе. Вот всё. У неё это вот. Поела, попила. Велосипед был. Всё было. Всё её так любили. Кто её любил? Вот в каком плане её любили? Во дворе? Во дворе у неё не было ни одной подруги. Вот у меня там куча подруг. Я сейчас даже ещё это вот... Знаете, до сих пор слёзы на глазах. То, что вот так вот получила, что вот из-за дурости моей матери и моей бабушки вот так вот с этой вот, то, что в 16 лет. Представляете? Я приезжаю с воспалением лёгких и поцеловала эту вот запечатанную дверь. Вообще. Мне соседи говорят, а мы не знаем, где они. Мы не знаем. Где-то на Осипово. Представляете? Где-то на Осипово. О, 39 минут. Это я к тому, что... Вот Наташа. В общем, деда Семёна находится на вокзале вместе с этими вот, с братьями и сёстрами. И насколько я понимаю, без документов. Посмотрели, что они тёмненькие и отправили их в этот вот, в детский дом. Может, они подумали, что они греки. И отправили их в село Греково, в этот вот, в детский дом. Вот. Они выросли. Почему? Моя мать всё время говорила, а там они из села Греково, они греки. Значит, по внешним признакам, то есть, по внешним признакам. Вот я говорю, что Наташку у меня, Наташа Радула, одноклассница, вот на неё глянешь, её мама, вот, тётя Люда, царство небесное в душе, и дедушку, я помню, он тоже всё это вот, Вторую мировую всё прошёл. Он, да, всё, он до Вены дошёл. Вот. То есть, мы с Наташей беседовали, то есть, у нас дедушки-герои. Вот. Второй мировой, они не прятались. Теперь, смотря, а какие дедушки? По отцовской моей линии, он у меня в НКВД работал, значит, дед, дед Андрей. Андрей, которого я вообще не знаю. Вот мама, моя мама говорила, что он такой хороший, он такой хороший. Он оказался гулящий. И, значит, и что бабушке приходилось делать, матери, папане моего, всю семью поднимать. Во-первых, идти к начальнику, говорит, что, значит, новое, это вот любовница у него, давали новое направление. Он в НКВД работал. И его посылали вот в другой конец света. Например, вот это вот там, с Владивостока направили вот это вот, в Монголию. Вот. Вот так вот до Самарканда докатился. Вот так вот всю семью. И она не оставляла детей. То есть мой папаша, его довели до ума. Его до 17 или до 18 лет он вместе с ними жил. То есть его поили, кормили. Вот это вот она таскалась с ними. И отец был, и мать была. То есть у меня вообще никого не было. Понимаете? Никого. Мне даже не дали ни в 9 класс пойти, ни в 10. Ещё он приходил, вот это вот раз 10 лет появлялся, ещё и издевался. А что ты делаешь, зяочная, значит, здесь? А кушать мне как-то надо было. Вот как я ему ни по морде не дала. Как это вот, как мне обидно было. Как я потом плакала. Вообще, знаете, вот сейчас вот хочется, я не знаю, вот если вот вернуть время, обматерить, вот просто это вот. Или я вообще вот не знаю. Ну вот по-другому вот себя вести, по-другому. А не вот ходить и плакать, это вот. И внутри, значит, не показывать. Не показывать, что я вот бедная, голодная, несчастная, худая, вот замученная. И он ещё издевался. Представляете, ещё насмехался. Вот эти вот насмешки, вот эти вот дух, дух этой насмешки. И вот у моей матери дух насмешки. Вот такое издевательство, знаете, как такое, такая, что ты такая худая? Наверное, у тебя глисты. Представляете, вот такая вот, она сама как глист, вот ведёт себя. Она не глист. Она сама себя ввела, себя как глист. И вот папаша мой всё время ввёл себя как глист. Вот, в таком плане. Вот, я вот об этом. Как их там, я не знаю, как мой дед, герой, так сказать. Как ту мать, жопу ей не набил? Вот так вот. Я не знаю. Или вообще, меня не пожалел? Вообще, вообще, вообще. для меня это, знаете, вот как потёмки. Ну, не моё дело. Я их не осуждаю. Я молюсь за их души. Но я говорю у него, это по поступкам, придурки по поступкам. Субтитры сделал DimaTorzok